Вы в курсе, кто всегда находится на острие событий, на переднем крае борьбы с преступностью? Специалисты в этой службе называют экстремалами, ведь служить в уголовном розыске могут только настоящие мужчины. Здравствуйте, я Инга Габеши, это программа «В курсе». В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. О трудовых буднях сотрудников уголовного розыска, об итогах их работы, о задержании тех, чьи преступления вызвали широкий общественный резонанс, нам сегодня рассказывает заместитель начальника полиции по оперативной работе УВД по городу Сочи, подполковник полиции Александр Бондарев. Александр Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Пожалуйста, характеризуйте криминальную обстановку в нашем городе. Сколько преступлений совершено и сколько раскрыто с начала года? Ну, действительно, криминальная обстановка на территории города Сочи в настоящее время является стабильной. У нас с начала года прошло очень большое количество массовых мероприятий. Это вы прекрасно знаете и сезон горно-климатического курорта Красная Поляна с массовым пребыванием граждан. Ну, наверное, более пяти тысяч у нас гостей было. Соответственно, как и охрана общественного порядка осуществлялась практически всем гарнизоном УВД города Сочи. Ну и отдельно, конечно, аспект это криминального блока, криминальной полиции по выявлению, в том числе инициативных преступлений, раскрытия преступлений, задержания преступников в розыске, без вести пропавших. С начала года у нас зарегистрировано более двух тысяч преступлений по всему большому городу Сочи. Преступления зарегистрированные в том числе, если по категориям мы возьмем, это преступления, основной рост преступлений, это имущественные преступления. Причем можно отметить, что преступления имущественного характера, это кражи, мошенничество. Категории средней и небольшой тяжести. Обусловлен еще криминальной обстановкой и ростом преступлений коммерческой направленности. Здесь, конечно, характеристикой данных преступлений это и присвоение растрата должностных лиц, это мошеннические действия, в том числе и должностных лиц в коммерческих организациях, государственных организациях. Отмечаем рост преступлений против государственной власти и взятанчества. Средняя сумма взятки в этом году у нас выросла по всем преступлениям и обуславливается порядка 20 тысяч рублей. Что мы отмечаем по прошлым годам, там средняя сумма взятки была и 5 тысяч рублей, и до 10 тысяч рублей максимум. Здесь надо отметить, что мы ушли от преступлений так называемой бытовой коррупции. И сейчас в наше поле зрения попали именно должностные лица, скажем, уже среднего и высшего уровня государственной власти, занимающейся должностью. Я могу вам сказать, что совершено более 2 тысяч преступлений, а раскрыта нами, расследована следствием и дознанием, всеобщая цифра, и направлена в суд, ну полтора тысячи преступлений. Сам процент раскрываемости мы более 60%. То есть для большого города Сочи с населением около 500 тысяч населения, и соответственно с нашими отдыхающими рост, прирост населения увеличивается до миллиона в летний сезон и намного более. Это начиная от поста Магри, заканчивая ПСОУ, в том числе это только те отдыхающие, которые мы видим по статистике. Но есть еще отдыхающие, мы, я думаю, далее я остановлюсь на этой проблеме, которые, скажем так, нелегально у нас отдыхают. Ну это в основном частный сектор. Вы, в принципе, уже озвучили, но может немножко конкретизируем. Вот если рассматривать по категориям, по вашему мнению, какие преступления все же характерны именно для нашего города? Чего стоит опасаться жителям и гостям Сочи? Да, сейчас бич преступления, это имущественные преступления, я озвучивал, именно преступления небольшой и средней тяжести. То есть преступления с домовладений, особенно у нас поражен частный сектор, получается, центрального района, Лазаревского района, Адлеровского района. Именно кражи со двора домовладений. То есть брошенные инструменты, начиная от болгарак, перфораторов, заканчивая, извиняюсь, заражение кастрюлями. Брошенные генераторы, люди оставляют не под охраной, даже отсутствие собак элементарные элементы безопасности. Это все отсутствует, соответственно, и обращаются в органы полиции иногда по стечению недели, а то и более. Пытаясь заниматься саморозыском. То есть сельские районы действительно поражены данным бичем. Здесь можно сказать, что именно по категории преступников, преступники более 60% по нашей статистике, это преступники не местные. Здесь как раз возникает проблема того, что так называемые гастролеры, приезжающие в город Сочи, ну и, конечно, из-за климатических условий, что можно, здесь средняя температура у нас 10 и более тепла. Соответственно, и в зимних условиях они иногда живут на заброшенных дачах, соответственно, без трудоустройства, без средств существования. Поэтому, как правило, в основном ранее судимые. Соответственно, в последующем они совершают преступления именно такого характера. В этом году мы видим снижение так называемых мошенничеств. Мошенничеств именно с использованием средств мобильной связи, ну и средств интернета. Но эта тема, я так понимаю, у нас будет с вами еще отдельный вопрос. Я хотел бы, конечно, обратиться к гостям города Сочи и жителям города Сочи с некоторыми призывами по недопущению профилактики данных мошенничеств. Да, действительно, некоторые горожане, особенно пожилого возраста, они становятся жертвой мошенников. Это и звонки по телефону, например, сообщениям о чрезвычайной ситуации с родственниками или сообщения о блокировке банковской карты. Те же торговцы медом наведываются в квартиры. Вот расскажите, какие действия предпринимает Сочинская полиция в этом направлении? Ну, давайте начнем с торговцев меда. Да, да, как ни прискорбно, но в основном торговлей меда у нас занимаются лица цыганской национальности. В основном это, конечно, приезжие неместные жители, которые прибывают нам с территории Абхазии, ну и из других регионов Российской Федерации. Да, в основном субъекты преступления у нас оказываются пенсионеры. Могу сказать, что в криминальной полиции есть ряд задержаний, в том числе и по Центральному району, и Адверскому району. Значит, есть задержания преступников, которые действовали в группе, это порядка двух-трех человек, которые даже роли были распределены. То есть, так называемое наблюдение, выбор жертвы, субъекта преступления, ну и, соответственно, потом заход исполнителя, который действует по схеме предложения меда, обмен банки, например, просьба взять банку чистую, обмен тары. Ну и в это время, так называемая проверка квартиры на предмет денежных средств. Как правило, пенсионеры тоже обращаются не в день события, а через некоторый период, и, соответственно, есть трудность раскрываемости у нас преступлений. Последнее задержание, как раз эта группа была у нас в январе месяце буквально из трех-четырех человек, как раз они действовали по всей России, начиная Костромская область, Тамбовская область. И это серийные, скажем таки, преступники, которые были задержаны именно на территории города Сочи. То есть, можно, речь, в принципе, идет и об организованных преступных группах, да? Конечно. На территории Сочи и за 15-й год, и сейчас уже за 16-й год выявлено ряд организованных преступных групп, в том числе и на этнической основе. Эти группы у нас были по Адельскому району выявлены по серии разбойных нападений, попытки вымогательств, денежные средства и нового имущества. Значит, организованной группой у нас отличился блок криминальный, это по борьбе с экономическими преступлениями. Буквально в прошлом месяце у нас задержана группа, также на этнической основе сформирована по сбыту фальшивых денежных купюр. То есть, пятитысячные купюры у нас отработали мы с использованием оперативно-поисковых служб и технических служб. Задокументировано 10 эпизодов и фактов сбыта. Действительно, действовала группа целенаправленно. Выбор также определенного торгового объекта, куда сбывалась купюра. И проведены нами были сложные обысковые мероприятия и технические мероприятия, по их документированию. Сейчас эта группа находится в условиях изоляции и будем надеяться, что уйдет суд и получит заслуженное наказание. Да, будем надеяться. Много говорится о том, что много приезжих преступников. Насколько влияют на уровень преступности в Сочи мигранты? Если так вот обобщить. Знаете, как я все-таки выскажу, может быть, не совсем стандартное мнение, но по нашей статистике, действительно, именно мигранты из публик Средней Азии на так называемую общеголовную преступность особого влияния не оказывают. Да, возможно, ряд преступлений нами задокументированы именно по линии незаконного оборота наркотиков, связанных с мигрантами. Но в последние месяцы Сочинская полиция несколько раз рассказывала о задержании так называемых закладчиков наркотиков. Вот почему такой резкий всплеск такого рода преступлений? Действительно, именно в 2016 году у нас всплеск преступлений по линии законного оборота наркотиков. Наркотик действительно по своей структуре химически опасен. Это синтетический наркотик типа спайса, соли и других химических элементов. И при употреблении человек, ну скажем, он становится реально неадекватен, причем на определенное продолжительное время. Очень подвержены данным вопросам несовершеннолетние. И, конечно, это остается проблемой. Здесь вопрос, конечно, становится не только криминальной полицией. Здесь все системы профилактики, начиная и администрации района, и всеми жителями города Сочи. В том числе, конечно, мы и обращаемся к жителям, я хочу, пользуясь моментом, обратиться к жителям города Сочи именно по следующему вопросу. Все украинцы, они снимали квартиры на территории города Сочи. Причем съем квартир производился, ну, соответственно, с правилами конспирации. Две недели снимает, приезжает на следующую квартиру. Поэтому жители города Сочи должны быть бдительны, кто к ним приезжает, с какими пакетами, сумками. Это вопрос и антитеррористической угрозы, и, соответственно, по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В случае, ну, может быть, выявления все-таки, или показалось данное лицо подозрительным, необходимо своему участковому об этом сообщить или элементарно позвонить 020 на телефон дежурной части Увода и города Сочи, для того, чтобы мы проверили данное лицо, но, соответственно, человек, сдающий квартиру под наем, спал спокойно. И у него как бы не было каких-то проблем. Все же надо общими усилиями бороться с этим злом. Совершались ли в нашем городе преступления с использованием новейших технологий, или преступники предпочитают действовать по старинке? Вы знаете, у нас комплекс и старинка, и новейшие технологии, они в одном лице. И скажу вам откровенно, что новейшие технологии действительно разрабатываются очень активно преступниками. И иногда мы просто не успеваем за данными преступниками. Ну, скажу на последнем примере, значит, ну, элементарная схема мошенничества телефонного – это проблема с банковской картой. Звонок поступает или приходит смс-сообщение, проблема – у вас заблокирована карта. Необходимо обратиться в службу безопасности по такому-то номеру телефона. Человек, конечно, звонит по данному номеру, включается автомат. Но автомат примерно как в любом банке, в сблиятельном банке, в Альфа-банке, ну, любой банк, который имеется в интервью. И там дальше обратитесь к оператору, это первая цифра, 1 нажмите, 2 – это служба безопасности. И, конечно, человек нажимает на цифру 2 – это служба безопасности. Связывается с так называемым сотрудником безопасности, и он начинает дальше уже диктовать, что никакие необходимы манипуляции произвести человеку. Соответственно, обязательно он его подводит к банкомату, сообщает свой код на обратной стороне карты, и дальше уже или происходит хищение отдельных средств, или какая-то элементарная интернет-покупка через его банковскую карту. Поэтому, конечно, в целях профилактики, недопущения мошенничества, чтобы не стать жертвой телефонного мошенника, необходимо, даже если вам такая смс-ка пришла, просто удалить ее. Просто удалить эту смс-ку и ни в коем случае не звонить. Если вы все-таки позвонили, необходимо сбросить номер телефона, взять элементарно банковскую карту, посмотреть номер телефона на обратной стороне банковской карты, и, соответственно, позвонить именно по этому номеру и проверить, есть ли у вас проблемы с банковской картой. Старо как мир, телефонное мошенничество – это проблемы с родственниками. Здесь все очень просто. Здесь необходимо просто положить трубку, перезвонить по телефону 02-020 и узнать, есть ли действительно проблемы с родственником. Но ни в коем случае не продолжать разговор с человеком, который сообщает вам данную информацию. Поверьте, мне тоже звонили, неоднократно. Мне тоже звонили. Задержания у нас такие имеются только в 2015 году. У нас нами за документирование направлено в суд порядка 60 эпизодов преступной деятельности. У нас были ряд командировок и в Курганскую область, на Урал. Там были задержаны лица, которые находятся в местах лишения свободы. Последнее задержание – довольно-таки приличная сумма, вымогались 5 миллионов рублей. Это задержание на территории Краснодарского края, в Славянском районе, мошенники действовали. Причем определенная связь была с потерпевшими, она действительно была. Они были нами задержаны. То же дело направлено в суд. Но тем не менее, факты у нас такие постоянно остаются. Единственное, что можно с положительной стороны отметить, наверное, здесь спасибо и телевидению, что дает возможность нам обратиться и вашей компании, что динамика идет на снижение телефонных мошенничеств. По крайней мере, на территории города Сочи. То есть грамотнее становятся? Да. Жители понимают уже. А преступники продолжают повышать свою квалификацию? Конечно. Авито, еще могу сказать здесь. Все, что связано с авито. Продажа шуб, продажа автотранспорта, продажа квартир, устройство на работу. Никогда не перечисляйте деньги вперед получения товара. Это как в 12 стульях. Если помните, да? Известно по авороку. Утром деньги, вечером стулья. То же самое. По такому принципу? Да. Известно, что уголовный розыск занимается не только раскрытием преступлений, но и розыском без вести пропавших, раскрытием преступлений прошлых лет, розыском скрывшихся преступников. Были ли, может быть, в практике сочинских оперативников интересные или необычные случаи? Можете рассказать? Ну, знаете, у нас все случаи интересные и необычные. Ну, может быть, это для любого рядового гражданина. Ну, для оперативников эти случаи, скажем так, они рабочие всегда. Они рабочие. Иногда это бывает, как на ринге, боксерском. Преступник или сотрудник. Кто кого победит. То есть, ну, у нас других вариантов нет, как проиграть. Ну, что? Так, если навскидку, могу сказать, что именно в этом году задержание некто преступника за особо тяжкое преступление, Ше, значит, в 2015 году было оно совершено. У нас это спланированное разбойное нападение на человека, который приобретал большой грузный транспорт, порядка трех миллионов, соответственно, с имитацией пробитого колеса водителя, который его вез, гражданина, с тремя миллионами сумки. Ну, и, соответственно, потом было такое вооруженное нападение. Вот данный гражданин Ше скрывался от нас на протяжении, ну, порядка года. Это было в Адверском районе. Соответственно, причем он, постоянное изменение телефонов, сим-карт. То есть, практически каждую неделю разные. Поэтому, когда в последующем забил вперед, мы его задерживали, это было порядка 20 только сим-карт различных операторов. Ну, и порядка до 10 трубок телефонных. Ну, а при задержании, скажем так, не буду раскрывать некоторый момент, как его задерживали. При задержании человек находился в парике, в очках, в трех штанах и в двух куртках. Ну, то есть... Типа он готовился. Да. Ну, единственное, могу ему посочувствовать, он знал, что его поймают. Поэтому трое штанов. Конечно, это влияло на его психику. Ну, чем раньше, тем лучше. Отбудет он свое наказание, наверное, порядка 10 лет. Будем надеяться, что ему суд даст. Да, сложно. По преступникам, находящимся в розыске, по безвести пропавшим, здесь тоже хотел бы обратиться к вам. Мы периодически даем на сайте УВД именно ориентировки и по преступникам, и по безвести пропавшим. Именно, конечно, здесь и обращение к общественности. И есть такой элемент нашей, скажем так, криминалистической деятельности, именно через общественность, искать и преступников, и безвести пропавших. Ну, могу сказать, даже вот последнее задержание, раскрытие преступления, скажем так, имеющее определенный резонанс, это убийство матери новорожденного ребенка. Единственное, что, конечно, могу отметить, все-таки может быть элемент определенных наших жителей, что любят они, конечно, у нас, возможно. Фраза за вознаграждение, как это на жителей действует. Поэтому после этой фразы мы, конечно, нашли человека. Будем действовать с общественностью вместе. Будем просить помощи, будем надеяться, вознаграждение от нас будет гарантировано. Хорошо. Может быть, еще на каких-то криминальных проявлениях хотели бы акцентировать внимание горожан и курортников? Да, еще раз хочу заострить внимание горожан и курортников на сдачу под наем квартир. Значит, руководители, собственников гостиниц, мини-гостиниц, на лиц, которые прибывают и находятся там. Законом запрещено не фиксировать лиц, которые прибывают в мини-гостинице. За это есть уже определенные штрафы, причем они, ну, в кавычках, можно сказать, драконовские штрафы. Это более 250 тысяч, 50 тысяч рублей. Поэтому, однозначно, учет должен вестись. И в органы федеральной миграционной службы лица эти должны сбрасываться. Соответственно, у нас есть порядок взаимодействия, где мы отрабатываем последующим этих лиц. Окраски, экстремизм, терроризм. Постоянно мы фиксируем лиц, которые с такими окрасками заезжают на территорию города Сочи. Лица, которые, можно сказать, в 90-х годах находились в определенных преступных группировках по всей России. Опять же, они едут в Сочи. Ну, это, конечно, в связи с тем, что у нас закрыта и Турция, и Египет закрыт. Конечно, вся Россия хлынула здесь. Действительно, сейчас это актуальна будет тема сдачи квартир. Поэтому мы, конечно, и прогнозируем рост отдыхающих в этом курортном сезоне. Конечно, мы здесь и выстраиваемся в таком плане, чтобы как-то все это охватить по всему большому Сочи. Но, опять же, здесь одной полиции и уводов города Сочи будет недостаточно. Здесь однозначно вопрос общественности. Бдительность нужно правильно. Бдительность однозначно. Однозначно вопрос, как я и застрял внимание по незаконному обороту наркотиков, кто проживает в квартире, которую вы сдали. Участковый всегда вам окажет содействие. Если не действует участковый, звоните 02, делайте официальное сообщение. Сейчас именно в дежурной части всегда ведется запись. Удалить ее невозможно. И на ваш звонок обязательно отреагируют. Разумеется, в курортный сезон полицейские будут работать в усиленном режиме, но и сейчас близятся праздничные выходные. Как планируете работать? Я вам скажу, гарнизон УВД города Сочи с 2010 года работает постоянно на приложенном режиме. У нас постоянный курортный сезон. И зимний, и летний, и весенний, и осенний. Вы сами можете понять. И формула 1 октября 2015 года, и формула сейчас уже 1 мая. И Пасхи, и всякие мероприятия, которые государственные, и политические проводятся на территории города Сочи. Конечно, нам помогает Главное управление по Краснодарскому краю. Это дополнительными силами, сводными отрядами полиции. Здесь практически Сочи охватывает не только гарнизон УВД города Сочи, но и краевые его подразделения в постоянном режиме. Потому что здесь действительно политические международные мероприятия проводятся. Как и сейчас, в преддверии и формулы, и предстоящего ОСИАНа, и так далее, и так далее. Постоянно график этот в постоянном режиме идет. И первые лица государства здесь находятся. Мы проводим здесь и охранные мероприятия. То же самое в постоянном режиме. Но единственное, могу сказать, что, наверное, все-таки работать в полиции Сочи, это, наверное, почетная все-таки миссия. Но особенно в криминальных подразделениях, в криминальной полиции. В том числе и в уголовном розыске. Где, как говорится, служат только настоящие мужчины? Ну, слово мужчина, оно и расшифровывается, состоит из двух слов. Мужество и чин. Поэтому я думаю, что не только уголовный розыск, а весь орденом Сочи имеет такое название. Ну, раз зашла об этом речь, для каждой работы у человека должен быть определенный набор качеств. Какими моральными и личными качествами обладает в идеале сотрудник уголовного розыска? Знаете, вот я вам скажу, что, наверное, основное качество это не стать циником. Любое преступление сотрудник розыска, да и любой сотрудник криминальной полиции, наверное, должен пропускать через себя и в любом случае думать, что потерпевший, это минимум его родственник. Вот тогда преступление однозначно будет раскрыто. Я вам могу сказать однозначно, что нет нераскрываемых преступлений. Киношники очень часто любят такой сюжет, когда преступления раскрываются благодаря внедрению оперативника в банду. А были ли случаи, чтобы в Сочи раскрывались преступления именно таким образом? Ну, конечно, были. Есть целое подразделение такого характера, которое занимается этим направлением. Практикуется? Конечно. Киношники не врут? Ну, конечно, в кино за час преступления раскрываются. Но мы стремимся к этому, за час раскрыть все преступления. Удачи вам в вашем труде нелегком. Самый известный муровец всех времен Глеб Жеглов завещал действующим сыщикам, вор должен сидеть в тюрьме. И не только вор, но и убийца, мошенник, насильник. Сегодня уголовный розыск основа, костяк полиции. Эта служба остается одной из немногих, чья деятельность напрямую направлена на защиту интересов рядовых граждан, которые, к сожалению, не застрахованы ни от квартирных краж, ни от угона личного автотранспорта. От преступников сегодня они спасают недорогие замки, не спутниковые сигнализации. Они постоянно учатся, повышают, так сказать, свою преступную квалификацию. Но и оперативники не дремлют, ежедневно сталкиваясь с изнанкой жизни. Они с риском для своей жизни остаются на переднем крае борьбы с преступностью. Напомню, гостем нашей студии сегодня был заместитель начальника полиции по оперативной работе УВД по городу Сочи Александр Бундарев. Спасибо вам большое, Александр Сергеевич. Пожалуйста. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова